Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфар ТВ, который всегда на вашей стороне. Говоря о нашей эмблеме и нашему девизу «За рухофлаки у мёртвых разливая молнии» по наущению нашего психфармача, вы знаете, наш гуровый учитель, просил нас, прямо честно нас просил, побольше разоблачайте всяких шарлатан. Причём разоблачайте не просто вот что они говорят глупости, а разоблачайте, как они над вами издеваются и как они подсаживают вас на различную ерунду и даже просто опасные препараты и лекарства. Сегодняшний наш ролик «Ловушка для суставов. Его величество. Магния». Давайте разбирать совершенно типовой подход к подсаживанию на, собственно говоря, магнии. Шаг первый. Ну, это доктор Елена. Посмотрите, есть такой блогер. Мне, честно говоря, совершенно неважно, каких блогеров брать. Ну, просто вот она показалась достаточно характерной. Итак, шаг первый. Им необходимо вот этим вот блогерам или блогершам, не знаю, феминитив здесь может быть, посеять в вас сомнения в себе. Слушаем. Большинство из нас даже не подозревают у себя дефицит магния. Итак, большинство из вас даже не знает, что у вас уже есть дефицит магния. То есть, вы не знаете ничего. А раз вы не знаете ничего, то, конечно, что вам нужно? Шаг второй. Называется «заронить сомнения в медицине». То есть, вы не знаете, что у вас дефицит, и медицина тоже плохо чего, мало чего знает. Слушай. Подтвердить дефицит или его недостаток анализами сложно, так как главное депо, то есть хранилище, это кости и мышцы, не кровь. В крови магния совсем немного, лишь 1% всего магния нашего организма. И даже нормальные показатели магния в крови не дают оснований полагать, что магний в норме именно в тканях организма. То есть, вы поняли. У вас нормальная концентрация магния в крови, но это ни о чем. Потому что на самом деле дефицит магния у вас все равно есть. И анализы, конечно, вы захотели, анализы вам здесь не помогут. Но это еще не все. Нужно углубить, как говорил Горбачев, углубить, да? Углубить сомнения в медицине. И как углубляют? Вот слушаю. Если невозможно подтвердить дефицит магния лабораторно, то тогда возникает вопрос. А как понять, что у вас недостаток магния? Прежде всего, ориентироваться надо на клиническую картину. Признаков очень много. Всех не перечислить. Понимаете. Ориентируйтесь на симптомы. Но их так много, что все не перечислить. Вообще, если посмотреть, очень и очень много. Для чего это все делается? Вот если вы прочтете эту таблицу, один или два признака вы у себя найдете. И скажете, э-е-е, анализ не работает. Я ничего не знаю. Медицина ничего не знает. Вот признак. Надо принимать магний. Но это еще не все. Обработка зрителя еще не закончена. Главное, следующий шаг. Он очень и очень важный. Вообще, этот шаг характерен для любых блогеров. Слушаем. Эксперт по лечению боли и депрессии Норман Шилль сказал, что каждая нам известная болезнь связана с дефицитом магния. И что причиной большого количества заболеваний является именно дефицит магния, нежели дефицит любого другого питательного вещества. Итак, какой-то там Норман Шилль, которого я не знаю, сказал, что любая болезнь связана с дефицитом причиной любой болезни. Это дефицит магния. Что я могу на это сказать? Вот такой мемчик. Все, что написано в интернете, является неоспоримым фактом. Владимир Ильич Ульянов-Ренин. То есть, это очень и очень характерный прием. Вот если вы с этим сталкиваетесь, что вам называют какого-то, не нашего, конечно, наш гуру, тот гуру, который надо. А вот какого-нибудь гуру, которого вы не знаете, который я не знаю вообще непонятно откуда возник, и говорят, что вот он действительно неоспоримый факт, пожалуйста, задумайтесь. Вас обманывают, потому что дальше, следующий шаг, вот этот шаг уже. Если вы спросите меня, какую добавку можно принимать постоянно, то я скажу, что одна из немногих добавок, которую можно принимать постоянно, это именно... Это именно какая же это добавка? Я думаю, вы догадались. Это именно магний. Поняли, да, систематику? Вот вас обманули, вас подвели к магнию, и теперь говорят о том, что магний полезен для суставов. Магний участвует в синтезе белка, запускают множество химических, биохимических реакций, то при его дефиците уменьшается синтез белка соединительной ткани. Уменьшается деятельность ферментов, которые синтезируют такие важные компоненты, как хондроитин и клюкозамин. А это защитники наших суставов. И тем самым при недостаточном поступлении магния и его быстром потреблении организмом мы лишаем себя защитников наших суставов, связок и сухожилий. Кроме данного механизма, дефицит магния активирует увеличение белков медиаторов воспаления, активирует разрушение хряща, то есть дефицит магния активирует разрушение хряща, приводит к поражению хондроцитов, а это клетки хряща, вызванное ростом кристаллов с высоким содержанием кальциоэкоза. Вот, поняли. Не синтезируются защитники. Поражается хрящ, поражаются суставы при дефиците магния. Давайте разбираться вот в этой билиберде. Обратите, пожалуйста, внимание, рассказывали об этом. Современные исследования показывают, что зависимая от магния внеклеточная протеинфосфатаза 1А является тем ферментом, который связан с повреждением ткани суставов и вызывает, собственно говоря, воспаление при ревматоидном артрите. Ревматоидный артрит – это тоже болезнь суставов. Чем он отличается? Происходит эрозия кости. То есть, кость подвергается распаду. Вся сумка сустава воспалена. Поражается воспаление, причем очень-очень значительно. Вот если вы посмотрите здесь, чем отличается ревматоидный артрит от, скажем, какого-нибудь простого остеоартрита, тем, что это серьезное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, интоксикацией, недобоганием, сопровождается симметричным поражением суставов и многих суставов, в отличие от остеоартрита. Так вот, получается, что это заболевание на самом деле возникает как раз, когда магния много. Вот еще одно исследование. Наши результаты совпадают с результатами обычных обсервационных исследований, в которых каждое среднеквадратичное увеличение генетическое. Что значит генетическое? Человек живет с определенным количеством магния. Он, конечно, питается магнием, получает магний из пищи, но не принимает его в качестве таблеток. Так вот, увеличение обычной концентрации магния на 0,16 ммл приводит к 9-кратному увеличению риска развития ревматоидного артрита. Дальше, как говорится, больше. А если принимать магний, если специально принимать магний, то обратите внимание, увеличивается риск в 3 раза, если вы потребляете магний свыше 4,46 мг в сутки. То есть, это, в общем, достаточно незначительное количество магния. Если вы, например, посмотрите содержание магния в таблетках, например, магний B6, там вы увидите, что, в общем, достаточное количество магния вы можете потребить. Так что у нас с вами получается совершенно другая картина. На самом деле, избыток магния приводит к ревматоидному артриту. Ну, и дальше больше. Здесь, конечно, вас уже подсекли, вас уже подготовили, вы уже начали принимать магний для развития у вас ревматоидного артрита. Но есть еще одна, ну, скажем, еще один удар по вам надо нанести, чтобы этот ревматоидный артрит развился у вас как можно быстрее. Ну, для этого есть и другие блогеры. Конечно, может быть, и доктор Елена об этом тоже рассказывает, но и доктор Ксения Машкина вполне тоже может с этой задачей справиться. Слушай. Когда принимать магний? Это один из тех удачных элементов, которые принимать можно когда угодно. Захотите ночью, захотите утром, да когда хотите. Но есть особенности. Утром принимаем магний, чтобы восполнить дефицит. Вечером принимаем магний для воздействия на нервную систему, для улучшения сна. Магний можно принимать на дождь. Можно принимать с едой. С едой. Можно принимать после еды. Без еды. Обычная поддерживающая дозировка для взрослого человека это 400 миллиграмм. Поняли. Помните, 446 миллиграмм. Лечебные дозы начинаются от 600, 800 и более. 800. В два раза. Даже если вы будете принимать 10 грамм. 10 грамм. Не миллиграмм, а грамм магния, ничего с вами не будет. Но не спешите начинать с этой дозы. Начните с 400. Ну понятно. С 400 начните. Ревматоидный артрит будет. Но если будете 10 граммов, то очень и очень вероятность высока. Есть и другие заболевания суставов. То, например, подагра. То есть, ревматоидный артрит – это хроническое воспаление. Это, в общем, аутоиммунное считается заболевание. То в подагре происходит, обратите внимание, отложение солей и мочевой кислоты, повреждается сустав и возникает его воспаление. Тоже довольно распространенное поражение суставов. Обратите внимание, исследование, которое говорит о том, что повышение вот этого самого обычного вашего магния в крови. Вот, кстати, разговоры о том, что это ничего не определяет, это ни о чем не говорит. Говорит, пожалуйста, есть очень хорошая зависимость между увеличением магния в крови на 0,16 миллимоль на литр. Происходит почти на 26% увеличивается риск развития подагры. Существенный процент. Пустячок, а приятно. Но есть еще одно поражение суставов. Это так называемый анкелозирующий спондилит. Раньше называлась болезнь Бехтерева. Так вот, помните Павку Корчагина? Сейчас, конечно, его не помнят. А мы-то как закалялась сталь, проходили обязательно. Ну и фильм тоже, конечно, смотрели. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, чем отличается от ревматоидного артрита. При ревматоидном артрите кость растворяется, она исчезает, подвигается эрозии. Здесь, наоборот, кости разрастаются, в результате позвоночник срастается. То есть, вот эти хрящи, которые дают подвижность позвоночнику, они тоже исчезают, замещаются костью. Это так называемая болезнь. Очень, кстати, тяжелая болезнь, потому что сопровождается болевыми ощущениями. Это не какой-нибудь остеохондроз, да? Или, как бабушки говорят, острый хондроз. Вот там действительно давление может происходить, нервных пучков, сосудистых. Это очень-очень серьезно. Так вот, ученые установили, что общее потребление энергии и жиров, некоторых витаминов, обратите внимание, а то любят у нас витамины принимать, потребление минералов, калий и средних магний, значительно выше у пациента с анкелозирующим спондилитом по сравнению с контрольной группой. Значит, магний под подозрением и при возникновении анкелозирующего спондилита. Теперь вы скажете, ну хорошо, а вот этот доктор Елена, она что, про это ничего не знает? Она не знает, что высокая концентрация магния приводит к поражению самых разных суставов и приводит к развитию ревматоидного артрита. Это уж точно доказано. Под подозрением анкелозирующий спондилит или болезнь Бехтерева, подагра тоже, в общем-то, одно из, можно считать, проявлений повышения количества магния. Давайте послушаем, а она-то вообще, вот какие-то доказательства научные приводит, это очень важно. Она же вас подтекла, заставила сесть на магний. Доказательства. Исследований много, где продемонстрировали эффективность магния. В этом исследовании показали, что мысли под подозрение магния связаны с усилением боли в суставах и ухудшением функции суставов при артрозе коленных суставов. В этом исследовании провели метаанализ, то есть анализ нескольких исследований, и пришли к заключению, что население с более высоким уровнем магния в сыворотке крови имело значительно более низкий риск развития артроза коленных суставов. Теперь вы видите следующее исследование, где сделали вывод, что повышенное потребление магния в пищи связано с улучшением структуры, архитектоники хряща коленного сустава. А вот еще одно исследование. И его результаты показывают, что потребление магния обратно пропорционально связано с рентгенологическим артрозом коленного сустава. То есть чем выше потребление магния, тем ниже рентгенологическая стадия артроза или вовсе ее нет. Итак, что она нам рассказывает? Она нам рассказывает не о ревматоидном артрите, ни о болезни Бехтерева, ни о подагре. Она нам рассказывает о сравнительно менее тяжелом остеоартрите. Я понимаю, сейчас меня могут забросать, потому что люди, которые испытывают остеоартрит, понятно, это больно, но все-таки это не такие ощущения, как при ревматоидном артрите. То есть нет вот этого общего синдрома, когда недомогание, слабость, температура. Поражаются суставы, как правило, несимметрично, поражаются определенные суставы. То есть и поражаются, вы видите, все-таки людей более пожилых, ревматоидный артрит. Это все-таки удел молодых людей, из-за чего он так плох. Ну и сопровождается это все остеоартритным артрозом. Что здесь, собственно говоря, происходит? Здесь кости как бы срастаются, потому что уничтожается хрящ, который их должен, собственно говоря, разделять. Так вот, она вам рассказывает совершенно про другое. Она вам рассказывает про одну болезнь, а болезней суставов много. То есть она скрыла от вас, что магний способствует развитию разных заболеваний суставов, и рассказывает только про одно, где есть доказательства, что он вроде бы хорошо влияет. На самом деле она опять вас обманывает, потому что есть данные, которые противоречат тому, что она говорит. Обратите внимание, у больных со стеоартритом мы обнаружили значительно более высокие концентрации кальция, магния, цинка в хрящах мужчин, чем у женщин. И значительно более концентрация свинца в мениске мужчин. То есть это говорит о том, что по крайней мере у мужчин концентрация магния при этом заболевании у стеоартрития может быть тоже повышена. Так что перед нами просто намеренная попытка ввести вас в заблуждение, заставить вас принимать магний. Беда в том, что очень многие врачи находятся тоже под влиянием вот таких специалистов. И, конечно, могут вам рекомендовать магний. Не стоит торопиться и бежать за магнием. Стоит подумать ещё вот о чём. Помните Машкина, которая говорила 400 миллиграммов, да? Вспомнили про Машкину? Тоже Машкина такая. Обследовано приблизительно 160 тысяч жителей Великобритании. И 1200 случаев деменции включены в анализ для каждого питательного вещества. Очень интересный современный анализ. И обратите, пожалуйста, внимание, значительно более высокий риск деменции показали группы, принимающие 422 миллиграмма магния. Мне представляется, что это не случайно. А давайте вот здесь. Есть у нас зрители теории, которые сдают теорию ЗАГ. Ну вот почему и Машкина, и все люди, которые за магний топят, почему они говорят, что больше 400 миллиграммов надо принимать? Я думаю, они хотят, чтобы у нас развилась деменция. Почему? Потому что дементным людям легче продавать магний, потому что дементные люди внушаемые. Да им даже и не нужно говорить, что там вы не можете узнать про то, что магний там у вас есть или нет. Вы не можете понять, есть ли у вас дефицит магния. Вы слушать должны Машкину и доктору Елену, которые вам говорят, что всем хорошо. Это все здорово прокатывает, конечно, у тех людей, которые уже стали дементными под влиянием магния. Так что я боюсь, что в их корыстных интересах, чтобы магний шел как можно шире, чтобы магний, извините меня, лился рекой. Ну а что нужно нам с психфармачем? Ну, чтобы вы думали, чтобы вы слушали нас, чтобы вы писали комменты, ставили лайки. А самое главное, подписались бы на наш канал. Ну, кто еще будет разоблачать всяких докторов Елен и Машкиных? Ксении. Конечно же, только мы. Никто вам в этой ситуации не поможет. Ну, так подпишитесь на наш канал, распространяйте наши ролики. Нам это было бы очень и очень важно. Мы хотим помогать людям. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? Вы в описании найдете реквизиты счета. До новых встреч.